Ваша цитата. Скоро будут отпадать так называемые субъекты Федерации. Кто будет первый и когда ждать начала этого процесса? Вы знаете что, значит, я все-таки не политтехнолог, не политолог, не звездочет, чтобы сказать, что когда Скорпион войдет в дом Водолея, там вот что-то случится. У истории другие сроки. Когда я говорю Скоро, я имел в виду, разумеется, не в этом году и не в этом десятилетии даже. Речь идет о ближайших десятилетиях, что для истории, с точки зрения исторического процесса, Скоро, империя распадалась. Путин совершенно очевидно предпринял усилия, не соответствующие уже возможностям этой империи. Он, помимо, оставляя в стране все нравственные материи и категории, он просто ошибся. У империи нет уже таких сил, она на издыхании. Достаточно посмотреть просто на экономику, на демографию, на все, что угодно, на любые показатели, сверить их с показателями западного мира и Китая, с другой стороны, чтобы понять, что никакой империи нет, что это, в общем, фантомная боль. Своей агрессией против Украины, пока Путин занимался шантажом, это как бы прокатывало и проканывало. Пока он был в роли ракетира, который угрожал, на этой угрозе он мог какое-то время существовать. Когда он привел угрозу в исполнение, он перевел себя в статус врага. Он сейчас, это для Запада, противник, противник политический. И никаких ресурсов выиграть эту войну у Путина, разумеется, нет. А дальше распад, о котором я говорил, возможен только в случае, ну, как бы сказать, не в то, чтобы в худшем, потому что худшая – это ядерная война теперь. Но в таком промежуточном случае, если Россия не найдет в себе силы в ближайшее историческое время что-то поменять в вот этой парадигме, если движение, если имперская вот эта вот фантомная боль продолжит, так сказать, воплощаться в кровь, в войну, в агрессию, то ресурс очень скоро закончится, разумеется. И через какое-то время Россия, вот такая Россия, выдавленная на периферию и выброшенная вон за околицу цивилизованного мира, оставленная без технологий, без инвестиций, да, загнанная в статус северной Туркмении, да, просто существующей где-то на обочине, она, разумеется, через какое-то время начнет распадаться совершенно естественным образом. Потому что легко себе представить какой-нибудь регион, ну, скажем, для начала более успешный, потенциально успешный, какой-нибудь, да, Дальний Восток с выходом к океану, с промышленностью, с портами, промышленный Урал, нефтяновый Татарстан, да, да, то есть регионы, которые вполне в состоянии себя прокормить и сегодня кормят и сами себя, и дотационные регионы России. И эти регионы не могут получить инвестиции, не могут получить доступ к мировым рынкам из-за того, что над ними висит этот триколор, да. Пока этот триколор выгоден, это одна история. Пока это возможность торговать есть, возможность развиваться есть. Но когда триколор будет означать деградацию и невозможность развиваться, то через какое-то время мы увидим, разумеется, довольно сильные центробежные тенденции. Это, так сказать, общая закономерность. Тут нет никакого, ничего нового тут нет, потому что, ну вот, были страны Балтии в составе Советского Союза, да, насильственно аннексированные. Советский Союз тут тормозил, скажем, развитие Средней Азии он пытался пришпорить, а развитие там европейских, балтийских стран тормозил. Разумеется, первыми на выход встали именно балтийские страны, потому что им это было просто, помимо памяти о депортациях и всем остальном, просто еще очень невыгодно. Советский Союз, как мы видим по тому, что случилось после Советского Союза, как развивается Эстония, та же самая, да, стремительная и блестящая. Советский Союз тормозил. Точно так же Россия, отброшенная без инвестиций, без возможностей развития, без технологий, она будет тормозить, тормозить, и она будет очень скоро отброшена. Этот процесс начнется. Собственно, он уже тлеет, но он в ближайшее десятилетие, если ничего не случится с парадигмой, с мозгами. То есть, если мы мозгами это не исправим, то матушка природа, да, история это исправят таким образом. Россия просто начнет распадаться. Это совершенно естественный процесс. Я просто почему вас спрашивал, когда это произойдет? Вот вы сейчас рассуждаете с точки зрения логики исторических процессов, но время ведь уплотняется, и то, на что ранее уходили десятилетия, сейчас вполне может произойти за годы, если не за месяц. Касается ли это вот тех процессов возможного развала России? История уплотняется, поэтому распад империи займет не пять веков, как в Римской империи, понимаете, а некоторое количество десятилетий. Это и есть ускорение. Нам, и особенно вам, украинцам, которые платят за этот исторический перелом своей кровью, своими жизнями, да, своими судьбами беженцев, миллионами беженцев, да, естественно, вот такие исторические рассуждения мало утешают. Это я очень хорошо понимаю. Но, тем не менее, конечно, это все будет ускорено. Уже ускорилось. Субтитры создавал DimaTorzok